Беседа 10. Римлянам 5.12. Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Подобно тому, как самые лучшие врачи всегда исследуют корень болезней и доходят до самого источника зла, так делает и блаженный Павел, сказавши, что мы оправданы и доказав, что это примером патриарха, не с посланием Духа и смертью Христовой, так как Христос и не умер бы, если бы и не хотел оправдать нас, он теперь рассматривает прежде доказанное с другой стороны и подтверждает свою речь противоположными доводами, а именно говорит о смерти и грехе и следует каким путем и откуда явилась смерть и как она возобладала. Итак, как взошла и возобладала в мире смерть? Через грех одного. Что же значит, которым все согрешили? То, что как скоро пал один, через него сделали смертными все, даже не вкусившие запрещенного плода. Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона. Некоторые думают, что апостол словом «до закона» назвал все время протекший до дарований закона, то есть когда жил Авель, Ноя, Авраам и далее до самого рождения Моисея. Какой же грех был тогда? Име утверждает, что апостол ведет речь о грехе в раю, так как грех этот, говорят они, еще не был отпущен, и плод его процветал. Этот грех и внес общую смерть, которая владела всеми и мучила. Но для чего апостол присовокупляет? Грех не вмесняется, когда нет закона. Те, которые держатся изложенного нами мнения, утверждают, что апостол сказал это в ответ на возражение иудеев. Если без закона нет греха, то как смерть истребила всех живших до закона? А по моему мнению, будет более согласно с разумом и с мыслью апостола то, что намереваюсь я сказать. Что же именно? Когда апостол говорит, что грех был в мире еще до закона, то этим, как мне кажется, он сказал то, что после дарования закона возобладал уже грех преступления, и господствовал потом во все то время, пока существовал закон. Так как грех не мог утвердиться, говорит апостол, пока не было закона. Итак, если этот именно грех, происшедший от нарушения закона, породил смерть, то как умерли все жившие до закона? Ведь если смерть имела свой корень в грехе, а грех, пока не было закона, не изменялся, то как возобладала смерть? Отсюда ясно, что не этот грех, не грех преступления закона, но другой, именно грех прислушания Адама, был причиной общего повреждения. Чем же это доказывается? Тем, что умерли все жившие до закона. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Итак, Адам есть образ Иисуса Христа. В каком отношении, спросишь? В том, что как Адам для своих потомков, хотя они и не вкусили древесного плода, сделался виновником смерти, введенной в мир Адамамовым едением, так Христос для верующих в него, хотя и не совершивших праведных дел, сделался виновником праведности, которую даровал всем нам через крест. Поэтому апостол как выше, так и ниже высказывает одну и ту же мысль и много раз повторяет ее, говоря, «Но дар благодати не как преступление, ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, преизбыточествуясь для многих. И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений. Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющее обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Апостол не отступает от единого, для того чтобы на возражение Иудея, каким образом род человеческий спасен заслугами одного Христа, мог и ты возразить ему, таким образом весь род человеческий осужден за прислушание одного Адама. Тем более, что нет и сравнения между грехом и благодатью, между смертью и жизнью, между дьяволом и Богом, но между ними существует бесконечное расстояние. Потому, когда и свойство дела, и могущество совершившего, и самое соответствие дела, ведь Богу более естественно спасать, нежели наказывать, все показывает, что превосходство и победа на стороне Христа, то скажи мне, какое ты имеешь основание для неверия? А что совершившееся согласно с разумом, апостол доказал это? Это означает следующее. И если получил столь великую силу грех, и притом грех одного человека, то как же его не превзойдет гораздо большей силой благодать? Благодать Бога, и не только Бога Отца, но и Бога Сына, это более сообразно с разумом, чем первое. Чтобы одним наказывался один по вине другого, это представляется не совсем справедливым. Но чтобы один был спасен через другого, это более благоприлично и сообразно с разумом. Если же произошло первое, то тем более должно произойти и последнее. 595. Итак, этим апостол доказал, что спасение через одного и справедливо, и сообразно с разумом. А как скоро это раскрыто, то и прочее должно быть несомненным. В следующих же словах апостол доказывает, что спасение было и необходимо. Как же он раскрывает его? Стих 16. «И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений». Что означают эти слова? То, что один грех имел силу навлечь смерть и осуждение. А благодать изглавила не только этот единый грех, но и другие грехи, за ним следовавшие. Чтобы употреблением слова «как» и «так» не подать мысли, что для зла и добра берется одинаковая мера, и чтобы ты, слыша об Адаме, не подумал, что изглажен только тот грех, который внес Адам. Апостол и говорит, что совершилось отпущение многих преступлений. Но из чего это видно? Из того, что после бесчисленных грехов, следовавших за грехом, совершенным в раю, все кончилось оправданием. Но где оправдание, там необходимо и всецело следовать жизнь и тысячи благ, равно как где грех, там и смерть. Праведность выше жизни, так как она корень жизни. А что были дарованы блага, более многочисленные, и был истреблен не один только первородный грех, но и все прочие грехи. Это апостол показал словами. Дар же от многих прегрешений в оправдании. Отсюда с необходимостью доказывается и то, что смерть исторгнута с корнем. А так как апостол сказал, что первое было больше второго, то есть благодатью даровано больше, чем сколько повреждено грехом, то нужно было доказать опять и это. Потому он сперва сказал, что если грех одного умертвил всех, тем более может спасти благодать одного. После этого он раскрыл, что благодатью истреблен не один только первородный грех, но и все прочие грехи. Даже не только истребленные грехи, но и дарована праведность. И Христос не только принес исправление в том, что повредил Адам, но и совершил нечто гораздо большее и высшее. Когда апостол объяснил это, то опять здесь является нужда в дальнейшем доказательстве. Как же он раскрывает его? Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Смысл этих слов таков. Что вооружило смерть против всей вселенной? То, что только один человек вкусил от древа. Если же смерть приобрела такую силу через преступление одного, то как скоро найдутся некоторые, получившие благодать и праведность, несравненно превосходящий тот грех, так каким образом они могут оставаться повинными смерти? Поэтому апостол не сказал здесь благодать, но избыток благодати. Потому что мы получили от благодати не столько, сколько нам было нужно для освобождения от грехов, но гораздо больше. Ведь мы были освобождены от наказания, совлеклись всякого зла, были возрождены свыше, воскресли после погребения ветхого человека, были искуплены, освящены, приведены в усыновление, оправданы, сделали с братьями единородного, стали его сонаследниками. И сотелесными с ним вошли в состав его плоти и соединились с ним так, как тело с главою. Все это Павел и назвал избытком благодати, показывая, что мы получили не только врачество, соответствующее нашей язве, но и здоровье, красоту, честь, славу и такие достоинства, которые гораздо выше нашей природы. Каждый из этих даров мог бы сам по себе истребить смерть. А когда все они открыто стекаются вместе, тогда смерть истребляется с корнем, и не может уже появиться ни следа ее, ни тени. Это подобно тому, как если бы кто за десять овалов вверг какого-нибудь должника своего в темницу, и не только его самого, но повини его, и жену его, и детей, и слуг. А другой пришедший не только внес бы те десять овалов, но еще подарил десять тысяч талантов золота, привел узника в царский дворец, посадил на месте самой высокой власти и сделал бы его участником самой высокой чести и других отличий. Тогда, давший взаем, не мог бы и вспомнить о десяти овалов. Так же случилось и с нами. Христос заплатил гораздо больше того, сколько мы были должны, и настолько больше, насколько море беспредельно, в сравнении с малой каплей. И так, не сомневается человек, видя такое богатство благ, не спрашивая, как потушена искра смерти и греха, как скоро излито на нее целое море благодатных даров. На это и намекнул Павел, сказавши, что избыток благодати и дар правды, приемлющим в жизнь. Когда апостол ясно доказал это, он опять употребляет прежнее умозаключение и усиливает его повторением, говоря, что если все были наказаны за преступление Адама, то все могут и оправдаться Христом. Потому и говорит, посему как преступлением одного всем человеком осуждение, так правдой одного всем человеком оправдание к жизни. Потом, излагая тот же довод, говорит, ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Сказанное апостолом ведет, по-видимому, к немалому недоумению, которое, впрочем, при тщательном внимании удобно разрешается. Какое же это недоумение? Речь о том, что непослушанием одного человека многие сделались грешными. Конечно, нет ничего непонятного в том, что все происшедшее от того, кто согрешил и стал смертен, сделали также смертными. Но какая может быть последовательность в том, что от прислушания одного сделался грешником и другой? Тогда ведь окажется, что последний не подлежит наказанию, так как не сам собой сделался грешником. 597. Итак, что значит здесь слово «грешный»? Мне кажется, оно означает людей, подлежащих наказанию и осужденных на смерть. Что все мы после смерти Адама сделались грешными, апостол доказал это ясно и многими доводами. Но остается вопрос о том, почему это произошло. Но апостол этого и не касается, так как это не относится к предмету его рассуждения. Ведь у него идет спор с иудеем, который отрицает и осмеивает оправдание через одного. Потому доказав, что наказание от одного распространилось на всех, он не присоединил речи о том, почему это случилось, так как апостол не говорит ничего лишнего, а ограничивается одним только необходимым. Правило состязаний не понуждало ни иудея, ни тем более его говорить об этом. Потому он и оставляет вопрос нерешенным. А если бы кто-либо из вас постарался узнать об этом, то я скажу, что мы не только не получили никакого вреда от этой смерти и осуждения, если только станем бодрствовать, но даже имеем пользу от того, что сделали смертными. Первая наша от этого выгода та, что мы грешим не в бессмертном теле, а вторая та, что это доставляет нам тысячи побуждений к любомудрию. Предстоящая ожидаемая нами смерть располагает нас быть умеренными, целомудренными, воздержанными и удалять со всякого зла. А после этого, или лучше сказать, прежде этого, она доставила уже нам и другие очень многие блага. Отсюда венцы мученические, награды апостольские. Так оправдался Авель, так оправдался Авраам, принесший на заклание сына. Так оправдался Иоанн, умерщвленный за Христа. Так оправдались три отрока, так оправдался Даниил. Если мы пожелаем, то не только смерть, но и самый дьявол не сможет повредить нам. Кроме этого, нужно сказать о том, что нас ожидает бессмертие, что после кратковременных вразумлений мы безопасно насладимся будущими благами, будучи приготовлены в настоящей жизни, будучи наставлены, как бы, в некотором училище, болезнями, скорбями, искушениями, нищетою и другими, кажущимися нам бедствиями, к тому, чтобы сделаться способными к принятию будущих благ. Закон же пришел после. И таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. После того, как апостол доказал, что вся вселенная осуждена в Адаме, а спасена и освобождена от осуждения во Христе, он благовременно рассуждает опять о законе, опровергая мнение относительно его. Закон, говорит он, не только не принес никакой пользы, и не только не оказал никакой помощи, но с появлением его увеличилась и болезнь. Но слово «да» здесь указывает не на причину, а на следствие. Ведь закон не дан для того, чтобы умножился грех, но дан с таким расчетом, чтобы мог уменьшить и истребить преступление. А если случилось противоположное, то не по свойству закона, а по нерадению принявших закон. Для чего же апостол и не сказал «закон был дан», а говорит «закон пришел после», чтобы показать, что нужда в нем была временную, а не главную и важнейшую, о чем апостол и говорит в послании галатам. Хотя мысль эту выражает иначе. Именно до пришествия веры мы были под законом. Следовательно, закон охранял стадо не для самого себя, а для другого. Так как некоторые иудеи были завистливы, распущены и нерадивы к собственным дарам, ради этого и дан был им закон, который бы сильнее обличал их, ясно показывал, в каком они находятся состоянии, и увеличив обвинения, сильнее их обуздывал. Но не бойся. Все это послужило не к большему наказанию. Но к явлению больше благодати. Поэтому апостол Павел и присовокупил. Закон же пришел после. И таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Не сказал изобиловать, но преизобиловать. Благодать не только освободила от наказания, но и даровала отпущение грехов, жизнь и другие блага, о которых мы многократно упоминали. Это подобно тому, как если бы кто одержимого горячкой не только избавил от болезни, но сделал красивым, сильным и уважаемым, или голодного не только накормил, но и сделал его господином многих владений, и возвел на высочайшую степень власти. А каким образом умножился грех, спросишь ты? Закон дал бесчисленные заповеди. А так как люди приступили их все, то грех и умножился. Понял ли ты, какое различие между законом и благодатью? Закон послужил дополнением осуждения, а благодать умножением дара. 598. Сказав же о неизреченной Божьей щедрости, апостол снова исследует начало и корень как смерти, так и жизни. Что же составляет корень смерти? Грех. Поэтому он и сказал, дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность и к жизни вечной Иисусом Христом Господом нашим. В этих словах апостол представляет грех в положении царя, а смерть в положении воина, который находится под его властью и им вооружается. Итак, если грех вооружил смерть, то вполне ясно, что праведность, сообщаемая о благодати и уничтожающая грех не только обезоруживает смерть, но уничтожает ее и ниспровергает все царство греха, поскольку она сильнее греха. Произошла не от человека или дьявола, но от Бога и благодати. Перейдет жизнь нашу к более совершенному и бесконечному благу. Этой жизни даже и конца не будет, из чего ты можешь узнать преимущество благодати. Грех лишил нас настоящей жизни. А явившаяся благодать даровала нам не только настоящую, но и бессмертную и вечную жизнь. Виновником же всего этого был для нас Христос. Поэтому, имея праведность, не сомневайся касательно жизни. Ведь праведность выше жизни, так как она – матерь ее. Что же скажем, оставаться ли нам во грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Апостол опять переходит к нравоучительной речи. Но не по преимуществу держится ее, чтобы не показаться для многих неприятным и тягостным, а касается ее только в связи с речью о догматах. Если при этом искусстве в речи он опасался, как бы некоторые не были недовольны его словами, почему и оговаривался, дерзая же это написать вам отчасти, то тем более он показался бы им резким, если бы не делал этого. И так он доказал, что благодать вполне достаточна для уврачевания и великих грехов. Но все же для неразумных эти слова могли бы оказаться побуждением к греху. Если могли бы они говорить, благодать явилась в большей мере, когда мы многое согрешили, то не пристанем грешить, чтобы обильной являлась и благодать. Чтобы они этого не говорили и не думали, смотри, как апостол устраняет их возражения. Сначала запрещением, сказав «да не будет», как обыкновенно выражается чем-нибудь по общему признанию, крайне нелепым. Потом приводит и неопровержимое доказательство. Какое же? Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Что значит «умерли»? Или то, что все мы подпали тому же приговору, какой произнесен против греха. Или то, что мы, уверовавшие и просветившись, сделали смертвыми для греха. Лучше принять последнее, как это видно из дальнейшего. Что же значит «сделаться мертвыми» для греха? Ни в чем более не слушаться его. Хотя крещение совершило это однажды, то есть умертвило нас для греха, но далее мы сами должны постоянно и со всем нашим прилежанием совершенствоваться, так, чтобы не слушаться греха, чтобы он не приказывал нам. И оставаться неподвижно, подобно мертвецу. Хотя в других местах апостол говорит, что умер самый грех, но так он говорил это, желая показать легкость достижения добродетеля. Здесь же, чтобы скорее возбудить слушателя, к нему самому относится смерть. Потом, так как сказанное было неясно, то он опять объясняет то же самое, пользуясь выражениями более сильными. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть его крестились? Итак, мы погреблись с ним крещением в смерть, чтобы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Что значит в смерть его крестились? То, что и мы должны умереть, как он, потому что крещение есть крест. Чем для Христа был крест и гроб, тем для нас стало крещение, хотя и в другом отношении. Христос умер и погребен плотью, а в нас умер и погребен грех. Потому апостол и не сказал, что наслаждены смерти, но подобию смерти, то есть то и другое смерть, но не в отношении к одному и тому же бытию. Во Христе в отношении к плоти, а в нас в отношении к греху. Как во Христе, так и в нас смерть есть истинная. Но хотя грех и истина в нас умирает, однако же нужно опять содействие и с нашей стороны. Поэтому апостол присовокупил. Если бы Христос, говорит, не восстал из мертвых, но так как Христос восстал из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Здесь вместе с попечением о жизни апостол прикровенно говорит о воскресении. Как же? Ты спрашиваешь, апостол уверовал, потому что Христос умер и воскрес? Потому вери собственному воскресению, так как и в этом ты уподобляешься Христу, и тебе принадлежат крест и гроб. Если ты участвовал в смерти и погребении, то тем более будешь участвовать в воскресении и жизни. Когда ты освобожден от большего, то есть от греха, тебе не должно сомневаться в меньшем, то есть в уничтожении, смерти. Но апостол пока предоставляет слушателям обсуждать это по собственному разумению. А сам в ожидании будущего воскресения требует от нас и нового воскресения, именно новой жизни, заключающейся в перемене нравов настоящей нашей жизни. Когда блудник делается целомудренным, корыстолюбец милосердным, жестокий и кротким, то в этом и заключается воскресение, служащее началом будущего. В каком же смысле это есть воскресение? В таком, что грех умер слен, а праведность воскресла. Ветхая жизнь упразднилась, а начата жизнь новая и евангельская. А всякий раз, как слышишь о новой жизни, разумей великую перемену и большое превращение. Но мне остается плакать и тяжко воздыхать, когда представлю с одной стороны, какого великого любомудрия требует от нас Павел, а с другой, какой беспечности мы придали себя, возвращаясь после крещения к прежней старости, поворачивая опять в Египет и вспоминая после Манны об египетском чесноке. Через 10 или 20 дней по принятии крещения мы уже переменяемся и снова беремся за прежние дела. Павел требует от нас доброго поведения, не на известное число дней, а на целую жизнь нашу. Мы же возвращаемся на прежнюю блевотину, даже после юности, полученной от благодати, уготовляя себе прежнюю старость от грехов. Ведь любовь к деньгам, служение гнусным страстям и всякий вообще грех обыкновенно делают старым всякое совершающее их, а ветхое и состарившееся близко к разрушению. Невозможно, подлинно невозможно видеть, чтобы и тело изнемогало от времени, так, как портится и ослабевает душа от множества грехов. Она впадает в крайнюю болтливость, говорит невнятно, как старики или безумные, страдает притуплением внешних чувств, поражением членов тела, забывчивостью, игноетечением из глаз, становится отвратительной для людей и вполне пригодной для дьявола. Таковы души грешников, но не таковы души праведников, а юнмы и бодры, пребывают всегда в полном рассвете возраста, всегда готовы ко всякой борьбе и брани. Души же грешников, хотя подвергаются и слабому нападению, обыкновенно тотчас падают и погибают. Это выразил пророк, сказав, что как прах, возметаемый ветром от лица земли, так непостоянны и подвержны всякому нападению живущие во грехе. Они не видят хорошо, не слышат правильно, говорят нераздельно, постоянно заикаются, рот их всегда полон слюны, и хорошо бы только слюны. Это было бы не так отвратительно, но они испускают речи, зловоннее всякой грязи. А хуже всего то, что они оказываются, не в силах выплюнуть слюну таких речей, но с большим бесстыдством вытаскивают ее рукой и снова растирают ее, так как она сделалась густой и трудно разделимой. Вероятно, вы чувствуете отвращение, слыша мое описание. Тем отвратительнее самый предмет. Если неприятно это видеть в теле, то гораздо неприятнее в душе. Таков был тот юноша, который, растащив все свое имущество, дошел до последней порочности, сделавшись расслабленнее всякого больного и помешанного в уме. Но как только он пожелал вдруг сделаться молодым, от одного лишь расположения и перемены мыслей, как только он сказал «возвращусь к отцу моему», одно это слово, или правильно сказать не только слово, но и дело, последовавшее за словами, доставило ему все благо. Он не сказал «пойду» и остался, но сказал «пойду» и пошел, и совершил весь путь свой. Станем так поступать и мы, если мы будем увлечены на чужую сторону, то возвратимся в отеческий дом и не побоимся продолжительности пути, если только пожелаем, наше возвращение будет удобно и весьма скоро. Оставим только чужую и неродную нам сторону, то есть грех, который далеко отводит нас от родительского дома. Итак, оставим грех, чтобы скорее возвратиться под отеческий кров. Отец любви обилен и не меньше, а еще больше полюбит нас кающихся, чем угождавших ему, так как и блудного сына отец удостоил тогда большей чести, и сам нашедший сын обрадовался в большей мере. «Но как мне возвратиться?» говоришь ты. «Положи только начало дела, и все уже сделано. Остановись в порочной жизни, не иди далее, и ты уже все получил. Как и с больными, и то уже составляет начало улучшения, если не делается им хуже. То же бывает и в отношении к злу. Не иди далее, и порочные дела придут у тебя к концу. Если ты будешь так поступать в продолжении двух дней, то на третий день тебе будет легче воздержаться, а к трем дням ты потом приложишь десять, после двадцать, потом сто, потом и целую жизнь. Тем далее станешь подвигаться вперед, тем легче будет казаться твой путь. Наконец, достигнешь самой вершины, и тогда сразу насладишься многими благами. Ведь и тогда, когда возвратился блудный сын, явились свирели, гусь, велики, пиршица и празднества, тот, кто должен был потребовать у сына отчета в безвременной расточительности и в таком продолжительном бегстве, не сделал ничего подобного, но встретил его, как заслужившего похвалу, не сказал ему ни одного укоризненного слова, даже не показал вида, что вспомнил о прежней его жизни, но обнял его, поцеловал, заколол теленка, облег в одежду и много украсил его. И мы, имея такие примеры, сделаемся смелыми и не будем отчаиваться. Ведь Бог не столько радуется, когда его называют владыкой, сколько тогда, когда его называют отцом. Не столько тогда, когда он приобретает раба, сколько тогда, когда приобретает сына. И ему более угодно иметь сына, чем раба. Все, что он не делал, он делал для этого именно, и не пощадил единородного своего, чтобы мы получили усыновление, чтобы мы любили его, не только как владыку, но и как отца. И если он достигает этого от нас, то превозносится, как и тот, кто прославляет его. Всем об этом объявляет, хотя не имеет нужды ни в чем нашем. Это он делал с Авраамом, непрестанно повторяя, я Бог Авраама, Исаака, Иакова. Хотя следовало бы слугам хвалиться этим, но теперь Господин открыто делает это. Потому и Петра спрашивает, любишь ли меня более их, показывая, что прежде любви ничего от нас не требует. Потому и Аврааму велел принести сына в жертву, чтобы показать всем, как сильно любит его патриарх. А желание быть сильно любимым происходит от сильной любви. Потому и апостолам Христос говорил, кто любит отца или мать более, нежели меня, не достоин меня. 603. Поэтому, хотя к нам ближе всего душа наша, однако же Бог ставит ее в отношении любви к себе на втором месте, так как желает, чтобы мы любили его выше всякой меры. И мы, когда не сильно к нему кому-нибудь расположены, от того не требуем сильной привязанности, хотя бы он был велик и знаменит. Когда же кого-нибудь любим горячо и искренно, то хотя бы любимый человек был прост и незначителен. Мы взаимно его любовь считаем для себя величайшей честью. Так и Христос вменил в себе в славу не только быть нами любимым, но и переносить за нас поношение. Но то по одной только его любви было славою, а что мы переносим ради него, это поистине может быть названо и действительно есть слава, не только по одной любви, но также по величию и достоинству любимого нами. И так, когда мы станем стремиться к величайшим венцам, то не будем считать для себя обременительным и неприятным ни опасности за него, ни бедность, ни болезнь, ни поругание, ни клевету, ни самую смерть, всякий раз, как терпим это за него. Если будем бодрствовать, из всего этого получим величайшую пользу. А если не будем бодрствовать, то не получим никакой пользы и от противоположных дел. Смотри же, вредит ли кто-нибудь тебе и враждует? Он учит тебя бодрствовать и доставляет тебе случай сделать подобным Богу. Если ты возлюбишь зло-мышляющее против тебя, то уподобишься тому, кто солнцу своему повелевает сиять на злых и добрых. Другое отнимает от тебя имущество. Если ты великодушно это перенесешь, получишь одинаковую награду с теми, которые раздали все нищим. А кто говорит о нас правду, опять приносит нам величайшую пользу, если только слова его переносим смиренно. Так фарисей злословил мытаря, и хотя говорил правду, однако сделал из мытаря праведника. И нужно ли перечислять все отдельные случаи, когда можно с точностью узнать все это, вспомнив о подвигах Иова. Потому Павел и сказал, если Бог за нас, то кто против нас. Итак, если мы заботливы, то и от неприятного получаем пользу, а если беспечны, то и от полезного не делаемся лучшими. Скажи мне, принесло ли Иудеи пользу пребывания вместе со Христом? Полезен ли был Иудеем закон Адаму рай, евреям в пустыне Моисей? Потому оставив все, должно обратить внимание только на то единственное, чтобы нам благоустроить себя самих. Если мы сделаем это, то и сам дьявол никогда не в состоянии будет одолеть нас, а принесет нам еще большую пользу, научив нас бодрствовать. Так и Павел побуждал бдительность ефесян тем, что изобразил лютость дьявола. Но мы спим и храпим, притом тогда, когда имеем столь лукавого противника. И если бы мы узнали, что притаилась змея у нашей постели, то, конечно, приложили бы все старание к тому, чтобы убить ее. А когда дьявол спрятался в наших душах, то мы думаем, что с нами не происходит ничего худого. А может между тем мы уже пали. Причина же этого та, что дьявола мы не видим телесными очами. Хотя вследствие этого нам следовало бы более бодрствовать и быть осторожными. Ведь от видимого врага и уберечься можно легко. А от невидимого мы не можем поспешно убежать, если не будем всегда вооружены. Тем более, что дьявол не умеет сражаться открыто, чтобы тотчас самому не попасться в плен. Но часто под видом дружбы спускает жестокий яд свой. Так он поступил женой Иова, внушив ей под личиной нежной любви предложить свой злой совет. Так и беседуя с Адамом, он притворяется, что заботится и радеет о нем и говорит, откроется очи ваши в день, в который вкусите от древа. Так Каефаю под видом благочестия внушил умертвить дочь и принести беззаконную жертву. Заметил ли ты козни его? Заметил ли разнообразную его брань? Итак, будь осторожен, оградись это всюду духовным оружием, постарайся в точности узнать его замыслы, чтобы самому тебе не оказаться пленником, а легко захватить его. Так Павел в точности, зная все ухищрения дьявола, одолел его, о чем и сам говорил нам небезызвестный умысел сатаны. Подобным образом и мы постараемся узнать козни дьявола и избегать их, чтобы, одержав над ним победу, заслужить похвалу и в настоящей жизни, и в будущем веке, и получить нетленные блага, благодати и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу и Святому Духу слава, держава, честь, ныне и пресно и во веки веков. Аминь.